Кстати, вы вспомнили о демилитаризации и деноцификации. Лукашенко объявился и сказал, что уже в Украине всех деноцифицировали, пора заканчивать драчку. Нацистов в Украине, как сказал белорусский диктатор, не осталось. Чего это он так перепугался? Ну, потому что Лукашенко, он очень не хочет ввязываться в эту войну, хотя Путин его на протяжении двух с половиной лет всячески к этому принуждает без конца. И Россия, ой, простите, Беларусь, конечно, опосредованно в этой войне участвует, предоставляя России свои территории для вторжения. Мы же помним, что вторжение в феврале 1922 года тоже частично началось с территории Беларуси. Допустим, с севера именно с территории Беларуси российские войска вошли на территорию Киевской области, оккупировали ее и так далее. Но вот так напрямую участвовать в большой, кровавой, полномасштабной войне Лукашенко, конечно, не хочет, потому что он очень боится, что он потеряет власть. Потому что вот те военные, которые будут командовать белорусскими войсками, они ведь могут в какой-то момент перехватить, скажем так, у него инициативу, вдруг понять, что они действительно представляют большую силу. У них наверняка тоже есть куча претензий к Лукашенко, огромное количество. И в какой-то момент устроить там нож какую-то заварушку, какой-нибудь переворот, свергнуть его. Он страшно боится такого варианта развития сценария, он понимает, что война, большая такая кровавая война, если он в нее ввяжется с белорусскими войсками. Тем более, понимаете, у белорусских войск у них нет, в отличие от украинской, допустим, армии, у них нет опыта участия в реальной войне, в такой вот большой кровавой. Украинская армия, она в этой войне находится с 14-го года, по сути, когда там еще была зона АТО и так далее. У нее есть большой, огромный боевой опыт, это вообще одна из лучших армий в мире сейчас уже. Белорусская армия совсем нет, она только может показывать там на каких-то тренировочных полигонах какие-то смешные экзорсизы, где они там друг друга через коленку перебрасывают через плечо, там кирпичи об головы ломают и так далее. Но не более того, это какие-то навыки, которые абсолютно в реальных боях не нужны, там никаких рукопашных боев уже сейчас не существует. Поэтому все это так или иначе будет дестабилизировать обстановку в Беларуси. И то, что военные вдруг ощутят себя силой, и то, что белорусская армия может понести огромные колоссальные потери, потому что она не умеет воевать, по сути. Это все дестабилизирует ситуацию, это все создает угрозу для лукашенковского режима. Поэтому, несмотря на то, что он постоянно Путину подыгрывает и там на какие-то путинские вбросы вроде реагирует лояльно и готов там кивать и поддакивать и так далее, но на самом деле он участвовать ни в какой войне не хочет, и при любом удобном случае он это тоже дает понять. И вот то, что он сказал в интервью Попову, это был как раз тот самый случай. Ну вот вы вспомнили о контрактниках, да? А ведь уже подъемные и так поднимают, это ужас какой-то. В Москве 5 миллионов 200, причем за год. В Питере и в Ленинградской области 2 миллиона плюс земельный участок. Наверное, чтобы там и хоронить сразу можно было. О чем это говорит? Нет, ну понятно, о чем говорит, о том, что кроме как за деньги российское население воевать в этой войне не хочет. Единственное... Да, по-моему, оно уже вообще не очень хочет воевать. Как его можно... Нет, ну сейчас вот они поднимают постепенно. Но ведь поднимают же, значит, не хотят за эти деньги. Ну вот они поднимают, вот там за 2 ляма уже люди, кто-то идет, кто-то еще ждет, потому что понимают, что потом еще накинут. Вот, а что идти за 2 ляма, когда можно пойти за 3? Я думаю, что вот такая логика. Но за деньги идут, потому что вы же знаете, что очень многие россияне, они довольно бедные люди с низким уровнем жизни. И таких денег они вообще в глаза не видали. Вот так вот единоразово, чтобы им заплатили такую сумму. Кстати, сейчас кризис у Собянина, потому что Собянин поднял уже эту планку, и он не ожидал, что вся Россия хронит Москву за вот этими вот пятью миллионами... Записываться, да? Да, записываться, да. И теперь, получается, он вынужден всем этим людям раздавать, а на это не предполагалось, понимаете? Это была такая пиар-акция, которая превратила сущий кошмар теперь для Собянина. Ну, наверное. Но назвался груздем «полезай в кузов», как говорится. Что ему еще остается делать? Придется платить. Но я знаю, допустим, что в Татарстане, где тоже довольно высокие выплаты под 2 миллиона, там тоже похожая ситуация. Туда приезжают мужики из соседних регионов, из Башкортостана, из Мариэл, из Чуваши, из регионов Победнее, как правило, и тоже записываются именно в Татарстане, чтобы получить вот эту большую деньгу. Я видела даже там, я помню, в каком-то паблике я видела разговор, интервью вот с этими мужиками, которые записываются в контрактнике так называемой «контрабасы», их называют. Вот, там вообще был один из Чечни, он приехал специально в Татарстан, я уж не знаю, там, специально или как-то у него так получилось, жизнь так сложилась, но он записывался именно в Татарстане. Ну, в общем, да, приманивают деньгами, приманивают деньгами, потому что кончилось уже дешевое пушечное мясо, которое шло за идею, за маленькие деньги, за средние деньги. Теперь остаются только те, кого только можно большими деньгами привлечь. Вот они этим и занимаются, российские власти. Как вы думаете, почему в Курской области сейчас закрыты все поисковые работы, они отменены? То есть все организации не работают, более того, группы ВКонтакте, особенно, которые вот искали людей в Суджанском районе, Курской области, тоже позакрывали. Почему это делает Кремль? Я не знаю, Александр, у меня нет ответа на этот вопрос, честно говоря, но, возможно, тут несколько вариантов. Цифры не показывать. Может быть, цифры не показывать, может быть, потому что, ну, в конце концов, там идут боевые действия, там вообще-то война идет. И если там будут пропадать еще эти поисковые отряды, то Кремлю это тоже, в общем-то, не на руку. Не знаю. Я, кстати, первый раз слышу от вас эту информацию про то, что Кремль специально запрещает деятельность этих отрядов поисковых. Поэтому тут не могу прокомментировать, это надо разобраться еще в этом. Как вы считаете, Владимир Путин, потому что я прекрасно помню последнее предсказание Евгения Пригожина. Это было в мае, по-моему, 2023 года. Еще предсказание делал. Да. Он в мае 2023 года, за месяц до путча своего, до марша на Москву, и засчитайте три месяца до своей кончины, когда его Путину кокошил, он сказал, что ВСУ зайдут на территорию Курской и Белгородской области, что путинские генералы с Шойгу и с Герасимовым все проворонят, и Владимир Путин будет вынужден ударить ядерной ракетой по Курску и по Белгороду. Вот как вы считаете, Владимир Путин ударит по Курску и по Белгороду ядерным оружием? Именно по Курску и по Белгороду это было предсказание? По Курской и Белгородской областям, скажем так. Потому что очевидно, что это менее травматично, очевидно, что это свое, очевидно, что менее страшно, не чужая территория. Ну, слушайте, тут такой вопрос, несколько, ну, я не знаю, просто из области каких-то фантазий уже ответ может быть. Во-первых, мы увидели, что никаких таких красных линий, которые постоянно рисовал Кремль, их не существует. Потому что Кремль же говорил, что если война перейдет на территорию России, то мы применим ядерное оружие. Вообще ядерное оружие – это такая главная и, в принципе, уже единственная пугалка, которая осталась у Кремля. А больше он ничем мир пугать не может. И, по-моему, такое ощущение уже, что никто не верит в эту пугалку. Эта ситуация похожа на знаменитую поговорку о том, что собака, которая постоянно лает, но не кусает, вот ее уже перестают бояться. И если бы, мне кажется, Кремль хотел бы ударить ядерное, вернее, он хотел бы нанести ядерный удар за то, что военные действия перенеслись на территорию России. А на самом деле военные действия давно перенеслись на территорию России. Потому что Кремль же считает своей территорией Крым, например, по которому Украина регулярно наносит ракетные удары. Регулярно наносит. И ничего, никакой ответки ядерной пока еще не прилетало. Я не думаю, честно говоря, что и в этом случае Путин будет реагировать вот каким-то ядерным ракетным ударом. На то, что ему проще на самом деле, как вот Нарочницкая, экс-депутат Госдумы, Наталья Нарочницкая, вы же, наверное, видели? Ковровой и Бовардировкой. Она сказала, надо Курскую область просто там. Но она имела в виду украинских военных, но на самом деле ей пофиг абсолютно. И украинские военные, и местные жители, которые там остались, всех там ковровыми бомбардировками просто уничтожить, там с лица земли просто вот все это сравнять, в руины превратить. Мне кажется, что это гораздо проще для них. Это менее затратно, меньше будет каких-то последствий от этого и так далее. Просто возьмут кучу фабов, несколько сотен, и забросают сверху эту Курскую область. Вот и все. Для этого совершенно не обязательно наносить ядерный удар. Вот таким образом будут выдавливать оттуда украинские войска. Но здесь есть вторая часть этого вопроса про ядерный удар. Вообще, в принципе, способен ли Путин нанести ядерный удар? Если отталкиваться от такой постановки вопроса, то да, способен. То есть об этом говорили многие специалисты, которые опять-таки занимаются психологией, психиатрией, что он относится к тому типу людей, которые, будучи загнанным в угол, он может нажать на эту кнопку условную или отдать приказ о нажатии на эту кнопку, просто исходя из, опять-таки, своих черт, исходя из расстройства своего личности. То есть это такая личность, которая, находясь в патовой, как ей кажется, безысходной какой-то критической ситуации, может отдать такой приказ. Поэтому здесь, понимаете, рассуждать об этом, ударит он по Курской области, по Белгородской, не ударит, здесь это все очень фантазийно, об этом нет смысла никакого думать. Мне кажется, что сейчас, на данный момент, он не видит для себя никакой такой экзистенциальной угрозы для того, чтобы он этот удар мог нанести. Да, это удар по его репутации, вот эта оккупация территории в Курской области, но это не экзистенциальная угроза для него. Ну вот к поводу экзистенциальной угрозы. Гиркин проснулся, написал письмо. Жена опубликовала в Телеграме, Гиркина жена. И он там сказал, что это то, что делает ВСУ на территории Курского направления, это для отвлечения внимания, что главная цель – это Крым, и что будут удары по Крыму, в том числе и по мосту крымскому. Вот это будет экзистенциальной угрозой для Владимира Путина, на ваш взгляд, если начнется вторая операция ВСУ там? Ну, сами по себе удары по Крымскому мосту не будут, тем более, что мы знаем, что такие удары уже наносились, и Россия их переживала. Ну, переживала она их, да. Я помню, какой был для всех шок в октябре 1922 года, когда Украина впервые нанесла такой удар по Крымскому мосту. Ну, ничего, пережили они это, залатали они его. Все, он опять функционирует, все опять работает. Но вот если Россия потеряет Крым вдруг в результате какой-то наступательной операции ВСУ, если она потеряет Крым, то да, конечно, это будет экзистенциальная угроза для Путина. Потому что вокруг Крыма, собственно, им самим же, его окружением, создан такой большой имперский миф о том, что это вот такая святая земля, священная для каждого русского сердца, и что это обязательно должно быть наше и только наше, такое вот наше сокровище. Вот. И поэтому Крым потерять ему никак нельзя. Это вот ему можно потерять все, что угодно. Даже то, что он навоевал за это время, хотя и Курск болезненно. Даже Курск. Даже Курск, да. Вот. Ну, очень смешно. У меня такое ощущение, что да, Александр, на самом деле. Вот я вот, с одной стороны, мы смеемся, да, а с другой стороны, я понимаю, что да, если ему предложат выбирать между Курском и Крымом, он скорее отдаст Курск, но не отдаст Крым. Вот серьезно. Потому что Крым – это же еще то, на чем началось его такое, знаете, новое триумфальное восхождение в 2014 году. Вот у него, у Путина тогда открылось реально какое-то такое второе политическое дыхание. Потому что к 2014 году, к началу 2014 года, у него рейтинги в России были очень низкие по разным причинам. То есть в разных слоях населения по разным своим причинам. Но мы знаем, что до этого там были протесты на Болотный, были огромные протесты на Сахарова. Путин реально боялся потерять власть. Он факапил, у него была куча косяков и так далее. И было такое ощущение, что вот что-то под ним уже такое, ну не то чтобы трон зашатался, но все равно какие-то там подземные толчки, какие-то вибрации уже пошли. Вот я думаю, он сам это прекрасно ощущал. Некую такую зыбкость своего положения. И вот когда он аннексировал Крым, оккупировал Крым в 2014 году, он вернул себе вот это вот расположение благостное большинства российского населения, которое, как выяснилось, очень мощно заражено вот этой имперской бациллой. И там среди вот этих вот людей зараженных, зараженных этой бациллой, там были как так называемый глубинный народ, его представители, так и, в общем-то, даже, я не знаю, там люди из больших городов, с высшим образованием, с приличными зарплатами и так далее. Многие из таких людей поддержали тогда «Крым наш». И, соответственно, Путин опять им стал симпатичен в тот момент. Это был реально его триумф. Это было реально его такое вот, такое вот некое второе рождение, как главы российского государства. Я вот прекрасно это помню, кстати, то время, я тогда еще работала на ВГТРК. Я вот помню, как поменялись эти настроения в российском обществе в пользу Путина. Очень серьезно поменялись. И поэтому утрата Крыма – это будет опять утрата вот этого расположения, вот этой любви, обожания и так далее. Вот всего того, что ему так необходимо, на что он опирается, когда в том числе развязывает захватнические кровавые войны. Поэтому, да, это будет очень болезненный удар для Путина – потерять Крым. И это будет экзистенциальный удар, который он не переживет. Он сольет, на ваш взгляд, Курскую, Белгородскую область и приграничье свое? И что будет, если он это сделает? Я думаю, что он не сольет сознательно. Просто я боюсь, что у украинской армии не хватит сил на то, чтобы взять прям Курскую, Белгородскую область. На это сил нет. Я думаю, что силы есть на то, чтобы удерживать тот плацдарм, который украинская группировка занимает сейчас. Таким образом нервировать сильно Путина, носить удар его политической репутации, торговаться, требовать себе, выдвигать какие-то условия и так далее. Вот для этого это необходимо. Ну и перемалывать живую силу противника. Тоже да, тоже да. Вот. Но Путин, конечно же, не будет это сливать. Он, наоборот, постарается выдавить украинскую армию с российской территории, сделать для этого все. Как я уже говорила, он, если нужно, и бомбами закидает. Он сделает все, чтобы выдавить украинцев оттуда. Россия может это сделать. Понятно, что у нее военная мощь гораздо больше. Опять-таки вернемся к вопросу о срочниках. В принципе, вернемся к вопросу о пушечном мясе, о том, что он может объявить вторую волну мобилизации и так далее. Он постарается сделать так, чтобы украинцы ушли с этой территории. Какой ценой это ему дастся, это другой вопрос. Но этот человек, который, как мы знаем, за ценой не стоит. Он готов заплатить любую цену, лишь бы остаться у власти. Лишь бы его режим сохранился, лишь бы ему ничего не угрожало. Поэтому я не думаю, что для него речь идет настолько о чем-то опасном. Что он прям сливать будет Курскую, Белгородскую область. Нет, нет, он не будет сливать. Так вот легко он с этим не будет прощаться. Продолжение следует... Продолжение следует...